В этом году свое 55-летие отмечает город энергетиков, химиков и строителей, как его принято называть город-спутник и самый юный город Чувашии Новочебоксарск. Для жителей и гостей города приготовлено очень много сюрпризов и чтобы приоткрыть завесу тайны, что ждет нас в день города, мы пригласили главу администрации города Новочебоксарска Олега Борисовича Бирюкова. Здравствуйте, Олег Борисович. Добрый день. Добрый. Праздничные мероприятия уже начались на различных площадках города, но основные пройдут 30 августа. Кстати, дата не совсем привычная для горожан, она была перенесена в этом году. Вот в связи с чем было принято такое решение? Ну, я думаю, что, наверное, важное событие, которое у нас будет в сентябре, это выборы депутатов муниципальных округов и главы Чувашской республики, оно дало возможность все-таки нам перенести на более ранний срок. Ну, и, во-вторых, в общем-то, мы считаем, что тепло, которое будет в августе, ну, вот, ничем не заменить. Ну, вот, и я думаю, что, на самом деле, важно очень до 1 сентября, пока дети не прошли в школу, пока студенты не уехали учиться, когда все родители дома готовятся к учебному году. Ну, думаю, что все соберутся в городе и отпразднуют свой день рождения. Поэтому депутаты приняли это решение, мы, естественно же, поддержали это, и общественность города тоже. – Эта дата теперь будет постоянной, 30 августа, ну, или там последнее воскресенье августа? – Я думаю, что мы именно летний праздник, как празднование Дня города, оставим именно таким. 18 ноября, когда у нас заложен был первый кирпич в многоквартирный дом, я думаю, что это праздник ветеранов. Ветеранов именно энергетиков, ветеранов химиков и ветеранов строителей. – К юбилею в городе было сделано немало, а жители отмечают положительные изменения. Вот как вы оцениваете, с какими итогами Новочебоксарск подходит к новому рубежу? – Наверное, важно, что именно жители оценили работу администрации последних месяцев. Я думаю, на самом деле очень важно, что город приобрел чистый вид, постриженный вид. Думаю, что в городе достаточно много появилось малых архитектурных фор, детских комплексов, спортивных комплексов, чистота и порядок. Думаю, что благоустройство во дворах уже не просто началось, а оно продолжается вот в течение всего лета. И жители достаточно много сделали замечаний, которые необходимы были нам услышать, и чтобы мы направили свои действия для решения вопросов, которые касаются именно каких-то определенных слуг для горожан, и чтобы было благоустроено во дворах. – Ну, наверное, действительно, каждому жителю важно осознавать, что город о нем заботится. И тогда жители сами будут готовы вкладывать в него. И во многом это, наверное, зависит и от качества благоустройства. Вот если говорить именно о благоустройстве города, какое внимание сегодня в Новочебоксарске уделяется этому вопросу? Что сделано? – Важно отметить, что мы постарались сегодня каждому жителю Новочебоксарска объяснить, что он хозяин своего города. То есть каждый человек может внести до толику в благоустройство. Есть дворы, которые на самом деле благоухают. Там столько цветов, и это делают жители. Следят за порядком, занимаются тем, чтобы управляющая компания решала вопрос эксплуатации дома. Очень щепетильно относятся к тому, как выглядит территория многоквартирного дома. Когда будет пострижка деревьев, например, травы. Есть дома, которые, к сожалению, этого не выполняют. Да и управляющая компания, к сожалению, тоже находится на очень низком уровне. Но в любом случае сегодня очень много дворов появилось, которые не просто, к которым можно приятно зайти, а ведь на самом деле это дворы, в которых приятно жить сегодня. Ну, я думаю, что вот эта вот совместная деятельность администрации, председателей территориальных общительных самообразований, председателей многоквартирных домов дало определенные результаты. Мы сегодня провели очень много на территории города. У нас был проект «Открытый диалог». Мои заместители, я лично прошлись практически по всем микрорайонам, встретились с жителями и с первых уст услышали, какие тревоги, какие надежды, какие возможности, какие, наверное, вот какие в первую очередь необходимо сделать дела именно по территории. Мы записали, мы формируем целый список вопросов, которые будем решать. И решаем вот на сегодняшний период. Ну, конечно же, в первую очередь день рождения – это праздник. И чем будете радовать горожан? Какие мероприятия стоит посетить в первую очередь, возможно, которые пройдут 30-го и до этого? – Я, наверное, скажу, что юбилейный год 55-летия города Научебоксарска начался не с сегодняшнего недели, например, а он начался уже с ноября прошлого года. И поэтому достаточно много было сделано. Мы поставили такую программу, как «55 реальных дел» в копилку города. И на самом деле мы сделали, открыли, например, купальню под собором святого князя Владимира. Мы построили звонницу, мы облагородили территории, провели ряд достойных мероприятий, которые на самом деле были на уровне республики и на уровне города Научебоксарска значимы для нас именно в период празднования 55-летия. Я думаю, что все сегодня конкурсы мы проводили только с точки зрения именно 55-летия города. Ну и одно из фишек, например, мы сегодня сделали, раскрасили один дом на Винокурово. Попробовали раскрасить и внести такую краску, яркость именно крупнопанели, которые у нас есть в Новоучебоксарске. Вот. Торжественные мероприятия начались, конечно, с сегодняшней недели. Началось оно, на самом деле, с подарка Министерства культуры. У нас неделя театральная. Каждый день у нас идут спектакли наших ведущих театров. Сегодня вечером мы будем честовать почетным граждан Новоучебоксарска. Это тоже достойнейшее мероприятие для города. И, естественно же, все мероприятия у нас основные будут проходить 29 и 30 числа. Естественно же, будет у нас звезда. Естественно же, у нас будет салют. И, естественно же, у нас будет дискотека. Так, что за звезда? Ну, мы сегодня пригласили Infinity. О, вот это да. Отлично. Кстати, цифра 55 действительно стала такой символичной, я так поняла, для мероприятий. Потому что будут и спортивные мероприятия. 55 тысяч отжиманий сделают Новоучебоксарцы. Так? По всему городу будут делать отжимания? Или все в один момент? Мы планируем это на Красной площади. А в воскресенье у нас кроссфит. Это сильнейшие мероприятия на уровне России. Приезжает 10 регионов. Я думаю, что кто хотел бы посмотреть это мероприятие, это оно интереснейшее. То есть, наши атлеты, которые приезжают в Новоучебоксарск, даже не знают, какие задания будут в Новоучебоксарске на силовом виде спорта. Ну что ж, думаю, каждый горожанин и гость Новоучебоксарска найдет себе развлечение по душе. Я же поздравляю вас с наступающим праздником. Поэтому предлагаю поздравить в камеру горожан. А сей души хочу поздравить горожан с праздником 55-летием Новоучебоксарска. И не только те, кто живет в Новоучебоксарске, а те, которые переехали в другие города России, живут в других городах и регионах России. Хочу пожелать самого главного – это не забывать город, приезжать, ценить, любить, давать нам советы. И пожелать самое главное – это здоровье и благополучие. Что ж, я думаю, добавить тут действительно нечего. Спасибо вам, Олег Борисович, что вы сегодня с нами были, проанонсировали все мероприятия. Я думаю, горожане обязательно их посетят. Спасибо и вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»